Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Известно каждому с малых лет. Известно также, что время вносит коррективы и в такие прописные истины. Коруги молоко – продукт, жизненно необходимый для быстрорастущих детей. Оно обеспечивает организм ребенка практически всеми полезными веществами. Является основным источником кальция. Взрослым, которые минимизируют или вовсе исключают из своего рациона этот продукт, пожалуй, стоит вспомнить о его полезных свойствах. На 87% молоко состоит из воды и на 13% из сухого вещества, которое в свою очередь содержит молочный жир, белок, молочный сахар и минеральные вещества. Богато молоко витаминами А, Д и группы В – В1, В2, В12, а также макро- и микроэлементами, такими как кальций, калий, фосфор, магний, натрий, железо, фтор, йод и многими другими. Молоко укрепляет иммунитет и положительно влияет практически на все системы и органы человека. Является хорошим средством для борьбы с простудными заболеваниями. Снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15-20%. Способствует снижению давления, уменьшает отечность. Снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний – рака кишечника и рака груди. Молоко положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, понижает кислотность, помогает справиться с изжогой. Полезно при гастрите и язвенной болезни. Молоко уменьшает негативные воздействия на организм соленой и кислой пищи. Снижает риск развития сахарного диабета. А сколько корова дает молока? Специалисты констатируют, темпы развития молочного животноводства в России значительно отстают от определенных доктрин и подовольственной безопасности. Подготовленный высшей школой экономики прогноз развития АПК на период до 2030 года, утвержденный Минсельхозом, признает отставание развития молочного животноводства от других отраслей в масштабе всей страны. Если есть быстрые отрасли севиноводства, то это уже почти сделали. Себя уже практически накормили. Есть отрасли еще более быстрые, птицеводство. Птицеводством, мясом птица себя яйцом накормили. Но корову отселиться два раза в год ее не заставишь. У нее может быть двойня, но это очень редко. Это как у человека. Поэтому отрасли животноводства, а это связано с мясом говядины и с молоком, это более длительный период. Руководители страны об этом говорят и не скрывают, что для того, чтобы накормить себя хорошим молоком, хорошим маслом и говядиной, нам нужен период 7-8 лет. Рост производства молока в России до 2030 года не прогнозируют, а наоборот, предполагают незначительное среднегодовое снижение. Сухие цифры статистики подтверждают и фермеры, которые при этом отчаянно пытаются изменить ситуацию и верят, что изменят. Сейчас нужно молоко. Молоко от черно-пестра породы в любом случае это молочная порода специализированная. И сейчас, если заниматься молоком, то мы от нее больше молока получаем, чем, допустим, от той же бестужской породы, которая является районерной породой Ульянской области. Она в мясомолочном направлении, но продуктивности ее, как правило, там 3-4 тысячи, вот так вот, больше нет. То есть на этом, так сказать, мы можем получить продуктивность гораздо больше, 6-7 тысяч. Улучшение кормовой базы, условий содержания, увеличение поголовья дойного стада и закупка племенных пород. Все силы сейчас брошены на увеличение продуктивности. В прошлом году здесь провели реконструкцию коровника. Перестелили кровлю, обустроили световой конек. Теперь в помещениях светло. В коровнике созданы кормовые столы, что позволяет минимизировать остатки корма, которого, к слову, на одну корову требуется аж 13,5 литров в сутки. В прошлом году мы закупили в племенных заводах Чувашии 66 племенного молодняка, 66 голов телок для пополнения стада. В этом году мы тоже, у нас уже составлены договора, заключили с племензаводами из Чувашии на 59 голов телок, молодняка с даже 10-месячного возраста, и на 100 голов нителей с республики Мариэл. Лариса Хаярова вот уже 36 лет. Каждое утро начинает со своими буренками. В 1981 году она сразу после школы, для того, чтобы заработать год стажа перед поступлением в ВУЗ, пришла в это хозяйство телятницей и осталась навсегда. Сначала прикипела к хозяйству, обросла друзьями и товарищами, потом и настоящую любовь встретила. Вышла замуж и связала свою судьбу с селом. Село для нее – смысл жизни, территория возможностей и надежд. Я не люблю город, вы меня простите, конечно, я не люблю его. Мужу давали квартиру в городе, это в далекие времена, в 1984 году. Я категорически отказалась от этого, и мужа сюда перевела. И он у меня здесь на молоководе проработал 33 года. Так что, люблю я ее. Просто люблю. Любовь к своему делу у сельских жителей, что называется, в крови. Случайных людей в отрасли практически нет. Родители трудились на земле, дети продолжают. Слабаки давно уехали. Ведь сегодня, чтобы добиваться серьезных результатов, аграриям одной любви к своему труду уже маловато. Можно, конечно, и в ручном режиме ставить производственные рекорды, только зачем? Современные технологии, позволяющие работать с минимальными потерями и максимальным качеством, успешно внедряются в агропромышленную сферу. Там, где раньше доярки тратили по несколько часов на ручной труд, оперативно справляется доильный аппарат. Прогресс не ударил по профессии, а вывел ее на новый уровень, масштабный и интересный. Каждая доярка свое молоко знает у нас. У каждой доярки свой счетчик. Мы записываем, они работают по счетчику. Идет молоко сюда, очищается это молоко через фильтра. Потом поступает в танк охладитель. Вот в этом танке охладителя он у нас охлаждает. Тоже чистое и хорошее молоко. Мы отсюда отправляем уже на торговлю. Система – залог к качеству продукции. Автоматизация не уменьшает объем рабочей деятельности. Просто процесс заточен под профильные направления. Мы начинали, это был ручной труд. Это было тяжело. Доели бочками. Раздавали корма транспортерам. Вот шел транспортер просто. Раздавали. А сейчас? Сейчас молокопровод. Заезжает трактор. Все раздает. Доярки работают, обслуживают 50 голов. У нас сейчас. Вот 4 доярки в каждом помещении. 200 голов здесь у нас. И заезжает трактор, раздает корма трактора. Идет молокопровод. Все это. Они просто приходят и делают свою работу. Только занимаются дойкой. Нет лишней нагрузки, нет переработок. Работники трудятся в комфортных условиях. И самое главное – знают за что. Сейчас зарплата у нас у доярок за 20. Вот она уже и у скотников, у рабочих. И у доярок. Как нагрузку мы увеличили, она у них, естественно, и повысилась. Мы молока доим. Отрасль набирает обороты. Российские аграрии – возьмемся это утверждать на примере ульяновских животноводов – в силе увеличить объемы того же получаемого молока. Фермеры уверены, если правильно распределить силы и из списка основных целей вычеркнуть пункт «погоня за прибылью», успех неминуемо будет на нашей стороне. До конца года еще несколько месяцев, но уже можно подвести промежуточный итог. В 2017 году хозяйство региона произвели более 137 тысяч тонн молока, что на 2% выше уровня прошлого года. За счет чего удается развивать производство? Нужны грамотный расчет, знания, средства и, конечно, технологии вкупе с финансовой поддержкой. Аграрный сектор – рискованное дело. Но предприимчивые фермеры и опытные специалисты умеют отделять зерна от плевел вовремя. Мы реконструкцию сделали коровников. И импортный, там, доильный зал, оборудование импортное поставили. И одни, ну, самые первые, наверное, в Ульяновской области, которые мы сделали, вот как бы, реконструкцию на современной технологии производства молока. Проблем на селе и в отрасли сельского хозяйства предостаточно. И дело не только в необходимой модернизации существующих хозяйств, строительстве современных предприятий и развитии сельской инфраструктуры. Село развивается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но и прогресс очевиден. В прошлом году при формировании бюджета 2017 только Ульяновский регион заложил на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий 400 миллионов рублей. В феврале добавили 50. Весной приплюсовали еще 100 миллионов. Вместе с федеральным финансированием ульяновские аграрии получили 652 миллиона рублей на субсидирование различных направлений АПК. Много это или мало? В том же молочном секторе, о котором мы говорим, эксперты не ждут прорыва. Новые молочные комплексы не могут в полной мере компенсировать закрытие неэффективных ферм и уход ЛПХ. Однако производство товарного молока устойчиво растет. И в этом году даже возможен его профицит, что снизит цены на сырье в осенне-зимний период, опасаются некоторые производители. В то же время фиксируется снижение потребления молочной продукции каждый год примерно на 2-3%. Вспомним начало нашей программы. Пить молоко? Конечно. И главное, поддерживать молочку в аграрном производстве. Все взаимосвязано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова